Сера, глава 9. Не будь ревнив к жене сердца твоего и не подавай ей дурного урока против тебя самого. Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей. Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее. Не оставайся долго с певицею, чтобы не пленить себе искусством ее. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследство твоего. Не смотри по сторонам на улицах города и не броди по пустым местам его. Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились с пути через красоту женскую. От нее, как огонь, загорается любовь. Отнюдь не сиди с женой замужнею и не оставайся с ней на перу за вином. Чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Друг новый то же, что вино новое. Когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его. Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его. Не одобряй того, что одобряют нечестивые. Помни, что они до самого ада не исправятся. Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщвлять, и ты не будешь смущаться страхом смерти. А если сближаешься с ним, не ошибись, чтобы он не лишил тебя жизни. Знай, что ты посреди сетей идешь, и по зубцам городских стен проходишь. По силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрыми. Рассуждение твое да будет с разумными, и всякая беседа твоя в законе Вышнего. Да вечеряй с тобой, мужи, праведная, и слава твоя да будет в страхе Господнем. Изделия хвалятся по руке художника, и правитель народа считается мудрым, по словам его. Боятся в городе дерзкого на язык, и ненавидят опрометчивого в словах.